8 вечера в Украине на Интере. Время подвести итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов. Подробности в студии с вами Алексей Фадеев. Смотрите в выпуске. МИФИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ МИФИЧЕСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ МИФИЧЕСКИ отчитались о блестяще проведенной операции по поимке шпионов и даже предоставили видеозадержание. Но это широко растиражированное российскими СМИ видео даже у непрофессионалов вызывает много вопросов. Вот оперативники достают из разных рюкзаков провода, детонаторы, запалы, пластид, которые нужны для самодельных бомб. Раскладывают все это на земле. При этом ни кадра с обладателями этих самых рюкзаков. Кого задержали показывают значительно позже. Мужчину ведут по коридору люди в балаклавах. Оба не в форме. Задержаны в наручниках, на лице ссадины. Само видео больше напоминает смонтированный ролик. Кадры изъятых боеприпасов перемежаются фотографиями деталей самодельных бомб. Имя главного диверсанта ФСБ обнародовало вчера поздним вечером Евгений Панов, житель Энергодара. Атошник и общественный деятель. Как отреагировали родные и друзья Панова на его задержание, знает Сергей Бордюжа. В российскую версию того, что Евгений Панов украинский диверсант, на родине задержанного в Энергодаре не верят. Мужчина пропал в субботу. Друзья и коллеги говорят, утром уехал в соседний райцентр. Это в 70 километрах от дома. Там должен был встретиться с бывшими побратимами по АТО. Но вечером связь с ним оборвалась. В мэрии говорят, в Энергодаре Евгений Панов известная личность. Он одним из первых вступил в отряд самообороны. Охранял город на блокпостах. Потом ушел добровольцем в АТО. Служил в 37 батальоне. После демобилизации прошлым летом устроился на Запорожскую атомную водителем. Сейчас член исполкома отстаивает права атошников. Это человек очень активной жизненной позиции. Очень активный, очень принципиальный. С непростым мнением своим. Оно у него жесткое. Оно у него прямое. Из-за ажиотажа и в целях безопасности друзья Евгения Пановы решили вывезти его семью из города. Жена и мама избегают общения с посторонними. Мы их бережем, пока ни журналистов, никого к ним не пускаем. Они отвечают только на мои звонки. И правоохранители могут с ними общаться. Люди на такой грани сейчас, что это может плачевно закончиться. Брат также не верит, что Евгений диверсант, задержанный в Крыму. Он сомневается, что бывший военный мог поехать на спецоперацию в спортивных брюках, футболке и пляжных шлепках. У него есть форма, у него есть другие какие-то вещи. Это все осталось дома. Все, что он с собой взял, это маленькую сумочку, куда положил нижнее белье, полотенце, зубную пасту, все. Сегодня утром в интернете появилась информация, что Евгения Панова в Крым мог отправить друг, предприниматель, якобы присмотреть за недостроенной недвижимостью. Но сам Артем Дубков озвученную версию называет глупостью. Показывают нам ролик в духе своей пропаганды, где мы видим побитого Женю, двух автоматчиков, у которых на кепках написано ФСБ. Панова показали на фоне хотя бы вывески армянской. Где стрелковое оружие? Стрелкового оружия нет. Да и в то, что Евгений Панов мог планировать теракт, товарищ тоже не верит. Женя вообще на диверсанта не похож. Понимаете, рост 1,90-1,95, вес 120 килограммов. Скажите, пожалуйста, как такой слон может пройти незамеченный? Ну вот объясните мне, какой нафиг диверсант? Друзья говорят, в последнее время Евгений полностью был сосредоточен на работе, общественных делах и семье. К тому же уверены, человек, который мечтал сейчас завести ребенка, просто не мог планировать диверсии. Сергей Бордюжа, Никатерина Доброгорская, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Ну а тем временем дело так называемых украинских диверсантов набирает обороты. ФСБ отрапортовало, в их отношении заведены уголовные дела. А Евгению Панову, якобы лидеру диверсионной группы, суд избрал меру пресечения. С нами на прямой связи Юлия Кручкова, она в Крыму. Юлия, добрый вечер. Какую меру пресечения избрали Панову и назвали ли имена других украинцев, которых задержали вместе с ним? Добрый вечер, Алексей. Ну вот обо всем по порядку. Точное количество задержанных Федеральной службы безопасности в ходе операции так и неизвестно. Информация разная, от двух до десяти человек. Непонятно также, сколько уголовных дел заведено. На данный момент известно только, что все они возбуждены по статьям за особо тяжкие преступления, которые угрожали жизни и здоровью людей и по факту смерти двух российских силовиков, сотрудника ФСБ и военного. После обеда в МИДе России назвали имя еще одного задержанного. Это Андрей Захтей. А вот Евгения Панова даже доставили в Киевский райсуд Симферополя, где избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Слушания проходили в закрытом от прессы режиме. Крымские правозащитники уже подали заявление в прокуратуру Крыма по факту незаконного лишения свободы украинца Евгения Панова и нанесения ему телесных повреждений. Ситуация на полуострове стала темой совещания президента России с членами Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Обсуждали дополнительные меры по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры Крыма в связи с, цитирую, предотвращением российскими спецслужбами теракта на полуострове. И сегодня же российские военные начали масштабные учения, которые пройдут на полигонах, аэродромах и тренировочных базах Южного округа. Задействованы в них будут и корабли Черноморского флота. Всего будут привлечены до 2,5 тысяч военнослужащих и около 350 единиц военной и специальной техники. Алексей. Юлия, большое вам спасибо. Мы ждем дальнейшей информации. Это Юлия Крючкова из Крыма. Она была на прямой связи со студией. Привести в усиленную боеготовность все подразделения, дислоцированные у админграницы с Крымом. Такое поручение дал президент Петр Порошенко во время совещания. Подробности заседания далее в материале. Провокационные действия в Крыму и эскалации ситуации на Донбассе – главная тема совещания у президента. Петр Порошенко поручил главе МИДа организовать разговоры с президентом России, лидерами Германии и Франции, а также вице-президентом США Джо Байденом и президентом ЕС Дональдом Туском. Кроме того, МИД должен начать консультации в Собезе ООН и ОБСЕ. Ситуация меня особенно напоминает, что это происходит вокруг резкого загострения артиллерийских обстрелов, эскалации напряжения на фронте, на сходе нашей страны. В связи с значенными событиями, я даю доручение привести в посиленную боевую готовность подраздели Збройных сил Украины, национальной гвардии, службы безопасности Украины, особенная уважа прикордонникам в районах Крыма, административного кордона и в районе Ленизик. Руководитель главного управления разведки Валерий Кондратюк сообщил, на севере Крыма произошло столкновение между военнослужащими Российской Федерации и пограничной службой ФСБ России. А глава Генштаба Виктор Муженко назвал абсурдными заявления о якобы обстрелах с украинской стороны оккупированного полуострова. Муженко сообщил, что проведено наращивание украинской группы, на границе с Крымом СБУ также привела в полную боеготовность свои подразделения в этом регионе. С методом недопущения возможных террористических акций. Председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщил, что за последние сутки со стороны Армянска над материковой Украиной зафиксировано 4 беспилотника Российской Федерации. Глава государства поручил пограничникам ужесточить пропускной режим, а сотрудникам Насгвардии и Нацполиции усилить охрану стратегических объектов. Ольга Клюева, подробности, телеканал Интер. И буквально в эти минуты в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Украиной. Это закрытые консультации, мы следим за развитием событий. Как только будут известны решения Совбеза, мы расскажем о них. Но тем временем ситуацию активно обсуждают в мире. Соединенные Штаты и Евросоюз не нашли доказательств обвинениям Москвы. О реакции Запада. Материал нашего Сапкора в Лондоне Светланы Чернецкой. В Евросоюзе никаких подтверждений с заявлением россиян не нашли. В представительстве ЕС в Украине сообщили, что доказательства не представлены. Также напомнили, что поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают незаконную аннексию Крыма России. О том, что обвинения Москвы сфабрикованы, заявляет и глава литовского МИДа Лина Слинкевичус. В телефонном разговоре со своим украинским коллегой Павлом Клинкиным сообщил, что призвал международное сообщество очень серьезно реагировать на ложные заявления Москвы и предупреждать провокации с ее стороны. Обвинения России в адрес Украины стали отдельной темой и на брифинге в Госдепартаменте США. Мы не хотим, чтобы нас отвлекали от основной проблемы, которая заключается не только в российской оккупации и аннексии Крыма, но и в продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Наша позиция по Крыму хорошо известна. Крым является частью Украины и так будет всегда. Пресс-секретарь Госдепа озвучил также позиции США в отношении санкций против России. Заявил, что ограничения, связанные с аннексией Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Отреагировали на ситуацию и в НАТО. Обвинения России в адрес Украины не подкреплены доказательствами, утверждает официальный источник в Альянсе. Киев дал ясно понять, что стремится к восстановлению территориальной целостности исключительно политическими и дипломатическими средствами. НАТО призывает Москву работать над деэскалацией отношений с Украиной. Боевики снова ударили по мирным жителям. На окраине Маринки одна из гранат попала в здание, где находились дети. Ещё один дом почти сгорел. Откуда прилетело, местные жители уже не знают. Каждый вечер как по расписанию идут в подвал. Не понимаю, что здесь сторон. Часим месяц. И с оттуда, и с оттуда. 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 И с Альянскими. Вчера же соседям пришлось выскочить из убежищ. Тушить пожар. Иначе бы огонь перекинулся на остальные дома. Вчера до темноты, опять же, бомбить начали. Хлопцы на крыше тушат. С крыши прыгать начали, кто куда. Да, это ужас. Мы до сего себя купили. Есть канавы, кто ведрами черпал, кто так палками. Пожарная сюда не приехала, вызывали. Нет. Хозяева дома давно выехали в Курахово, поэтому никто не пострадал. С крайней улицы вглубь села переехала и мать с тремя детьми. Но и там не смогла укрыться от обстрела наемников. Хозяйка дома, которая приютила женщину, показывает. За этой стеной играли два мальчика с 7 и 12 лет, когда в крышу попал снаряд. Двух мальчиков вчера накрыло. Это счастье. Они, наверное, я не знаю, говорят, Бог, наверное, спас, что их не разорвало на куски. Сказали, этот разрыв, который был, это очень сильный, он для техники военной, но не для населения. Окровавленных мальчиков на попутке отвезли в Кураховскую больницу, оттуда в Запорожье, подальше от боевых действий. Основной удар в последние дни боевики наносят именно пожилым домам. БМП-1 подогнали бронетранспортер, причем бронетранспортер какой-то новой модели. Мы видели, что сверху находятся там башни, трубы, скорее всего, это были противотанковые средства или фаготы. И интенсивно начали обстреливать наши позиции. Несколько выстрелов они произвели по населенному пункту. Жители уже не помнят, когда спали спокойно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. К другим не менее интересным темам. Чаус пропал. Судья, погоревший на взятки в 150 тысяч долларов, сегодня не явился на допрос в прокуратуру. Следователи отправились к нему домой. Чтобы попасть в квартиру, пришлось даже пожарных вызвать. Что обнаружили детективы, выяснял Ярослав Кречко. На столичной улице Исаакяна Николая Чауса ждали в 12 часов дня. Утром антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подписал уведомление о подозрении, которое планировали вручить, а затем судью, прятавшего деньги в банках, хотели допросить. Но судья к следователям не явился. В прокуратуре пообещали приехать к нему домой. Чаус проживает вот в этом доме на левом берегу. Консьерж говорит, сегодня видела только его жену. Так дружина его сказала? Да, чтобы мы не верили. Возле квартиры с обеда дежурят следователи с разрешением суда на обыск. Приехал и адвокат Чауса. Но дверь им не открывают. Детективы вызывают пожарных с болгаркой. Так что, шпиляем двери или вы открываете сами? Спустя несколько минут дверь отворяют. Хозяйка, очевидно, супруга судьи, категорически запрещает съемку. Обыск проходит за закрытой дверью. Самого судьи в квартире нет. Его адвокат от каких-либо комментариев отказался. Где находится Чаус, неизвестно. Хотя еще утром в НАБУ обещали контролировать его перемещение. Но в Верховном суде в конце рабочего дня нам заявили, документов от прокуратуры еще не получали. В парламенте сообщают то же самое. На камеру спикер Андрей Порубей говорить отказался. А пресс-служба Рады обнародовала его заявление. Мол, как только представление на задержание Чауса получат, направят в профильный комитет. А ближе к вечеру появилась информация от нардепа Борислава Березы. Мол, беседовал с Холодницким. Где Чаус в прокуратуре не знают. Покинул Николай Чаус Украину или нет, неизвестно. В любом случае он мог или еще сможет это сделать абсолютно законно. До согласия Верховной Рады на арест и задержание он обладает судейским иммунитетом. А у депутатов каникулы до сентября. Ярослав Кречко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Обновление судебной системы в Украине начнется в сентябре с формирования нового состава Верховного Суда. Об этом сегодня в своем обращении заявил президент. По словам Петра Порошенко, предстоит серьезная очистка и суды будут обновляться на основе конкурсов. Одной же из главных целей судебной реформы является неотвратимость наказания за коррупционное преступление. В наследок судовой реформы борьба с коррупцией уже никому не нагадывает спортивную рыбалку. Поймали, показали, отпустили. Ключевое слово будет «посадили». И полностью видеообращение президента Украины вы сможете посмотреть в конце выпуска подробностей. Замначальника полиции Вадим Троян, которого в СМИ обвиняли в организации незаконной слежки за убитым журналистом Павлом Шереметом, уже дал пояснение по этому делу, о чем он сообщил украинской правде. Мол, все рассказал сразу после отпуска, из которого вышел еще неделю назад. Но не уточнил, кому именно он объяснял ситуацию в Генеральной прокуратуре, которая ранее открыла уголовное дело, чтобы проверить информацию о слежке, или полиции, которая проводит свою служебную проверку. Ранее Троян опроверг все обвинения, заявил за журналистами, не следил. Но возникает вопрос, как человек, который подозревается в возможной слежке за сотрудником СМИ, по сути, контролирует расследование его убийства. И вот что говорят эксперты. Враховывая резонансы этой справы и надзвичайную увагу общества к ней, было бы логично на час служебной проверки и на час криминального проведения отстранить Трояна от выполнения обязанностей. Для чего? Для того, чтобы у общества не возникали зайвые подозри. То есть, одна и та самая людина есть и подозреванная, и она же есть руководителем, которому говорят о том, как ведется расследование о справе убийства Шеремета. Получить комментарий Трояна сегодня не удалось. Ждем ответа на наш запрос на нацполицию. Но что касается расследования убийства Шеремета, то все той же украинской правде Троян рассказал новые детали. В течение месяца нацполиция ожидает вывод ФБР о взрывчатке, с помощью которой убили журналиста. И у следствия из шести версий убийства осталось четыре. Российский след, профессиональная деятельность в Украине, теракт против руководителя Алены Притулы, чья машина взорвалась, и личная месть каких-то фанатиков. Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Круговая порука. Сегодня в интернете появилась информация, что 22 июня киевские патрульные остановили внедорожник, заподозрив водителя в алкогольном опьянении. Он представился безработным, и именно эти данные внесли в протокол. Позже выяснилось, за рулем был начальник сектора розыска транспортных средств Подольского отдела полиции Киева Вячеслав Малько, а техпаспорт на автомобиль якобы поддельный. Во время задержания Малько угрожал патрульным и даже полез в драку. Успокоили дебошира, только наручники. Но ход этому делу не дали, а на следующий день вернули ему и техпаспорт, и автомобиль. Наши журналисты проводят собственное расследование этого случая, и уже завтра мы расскажем о его результатах. Как поссорились ГПУ и НАБУ? В Национальном антикоррупционном бюро считают, что Генеральная прокуратура намеренно мешает их работе. Признаки нарастающего конфликта усмотрел в недавних обысках бюро его директор Артем Сытник. Он считает, что разрешение суда на проведение обысков было неправомерным. Но детективам НАБУ, заверяет Сытник, скрывать нечего. В Генеральной прокуратуре официальных комментариев не дают. Но сегодня «Украинская правда» обнародовала интервью некоего высокопоставленного источника в ГПУ. Он сообщил, обыски 5 августа в НАБУ провели на законных основаниях. В прокуратуре установили, что один из детективов, бывший прокурор Полтавской области, незаконно прослушивал телефон хорватского бизнесмена. Руководство бюро согласилось сотрудничать, но диск с записями прослушки предоставило пустой. И напрасно, говорит собеседник «Украинской правды». Весь трафик все равно отслеживала СБУ. В Украинском бюро Интерпола уже начали знакомиться с документами, необходимыми для объявления в международный розыск нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщил глава ведомства Василий Неволя. Правда, сколько времени это займет, он не сказал. Поведал также, что все полученные от правоохранителей материалы направлены в Международный офис организации. Мы связались с адвокатом Онищенко с просьбой прокомментировать ситуацию и возможные действия защиты. Вот что он сообщил. Онищенко Александр Романович, он не скрывается от органов досудебного следствия, его местонахождение известно. Что касается сущности тех действий, которые сейчас осуществляет сторона обвинения, нам бы очень хотелось бы, если это будет в рамках английского уголовного процесса, поучаствовать в... Я так понимаю, что для того, чтобы лицо экстрадировать, в любом случае должен быть какой-то экстрадиционный суд. Так вот нам бы очень хотелось бы поучаствовать в беспристрастном суде. Германия защищается от террора. Уже разработан специальный план, который сегодня озвучил главный силовик страны. Что придумали немцы, знает Татьяна Лагунова. План министра внутренних дел Германии одни называют Берлинской декларацией, другие антитеррористическим пакетом. Сегодня Томас де Мизьер рассказал о нововведениях, которые должны сделать страну более безопасной. Эти меры – совместная разработка экспертов различных ведомств, а также политиков земельного и федерального уровней. Главный пункт – усиление силовых ведомств. Мы думаем над тем, как расширить штат и финансирование федеральной уголовной полиции, а также ведомства по защите Конституции. То же касается и структур, которые разрабатывают технологии в сфере безопасности. Большинство нововведений касается беженцев, мигрантов, которые нарушили закон или, по мнению спецслужб, угрожают безопасности, будут депортировать в кратчайшие сроки. Тем же, кто хочет и готов интегрироваться и жить мирно, помогут, взамен просят сообщать о подозрительных людях из своего окружения. Мы хотим создать центры, куда могли бы прийти беженцы и на своем родном языке сообщить об изменениях в поведении их знакомых, о психических изменениях, либо о тенденции к радикализации. Граждан Германии, которые воевали в рядах террористических организаций, например, ИГИЛ, планируют лишать гражданства. А медикам разрешат нарушать врачебную тайну, если пациенты, надеясь на анонимность, расскажут им, что готовят атаку или нападение. А вот анонсированный запрет на ношение паранжи в общественных местах решили пока не вводить. Власти Германии считают, нельзя запрещать все, что не понимаешь, либо не принимаешь. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в выпуске. Скандал в благородном ведомстве. Чем заинтересовала полицию главный люстратор страны? Цена простоя. Во что обойдется государство остановка Одесского припортового завода? Новый скандал вокруг главного люстратора страны. Сегодня в одном из интернет-изданий появилась информация, что полиция открыла уголовное производство в отношении Татьяны Казаченко за сокрытие имущества от налоговой. Какого именно и кто раскопал сведения в материале наших корреспондентов? Глава люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Казаченко скрывает квартиру, уверен депутат Сергей Каплин. По словам нардепа, люстратор не указала в декларации за 2015 год 300 квадратов в центре Киева по 9 тысяч долларов за метр. Соответствующее обращение парламентарий месяц назад подал в полицию. И сегодня появилась информация, что полиция открыла уголовное производство в отношении главного люстратора страны. По словам самой Татьяны Казаченко, квартиру она не скрывает. Купила жилье три года назад, до того, как начала работать в Минфине. Да и площадь квартиры на треть гектара не тянет. А в графе 47 вникла и вартость, потому что безпосередньо ця инвестиция стала уже квадратными метрами. В декларации 2013-го квартиры в 47-й графе мы не нашли. А к декларации чиновницы за 2015 год вопросы возникали и ранее. У Татьяны Казаченко журналисты нашли более 10 миллионов гривен, которые она не указала. Тогда комментировать нам эту историю глава люстрационного департамента отказалась. Но в соцсетях написала, деньги на новое жилье получила от продажи ценных бумаг, задекларированных ранее. В мае же Татьяна Казаченко засветилась в панамских документах. В базе данных владельцев офшорова назначилась посредником одной из багамских фирм. Тогда чиновница заявила, была адвокатом многих предприятий, но никакого отношения к офшорной собственности не имеет. Эксперты считают, люстрацию нужно начинать с тех, кто ее проводит. И то, что недопустимо в Европе, в Украине, все еще норма. В отношении этого человека существует несколько уголовных расследований. Еще в 2015 году ее дом обыскивали, ее квартиру обыскивали, сама она находилась фактически под следствием. Сегодня мы видим другой скандал действительно с квартирами, с подделкой фактически своей декларации. Мне кажется, что безусловно давно уже назрел вопрос об увольнении этого чиновника. История с квартирой в 300 квадратов не закончена. Депутат Каплин намерен направить запросы к генпрокурору и руководителям СБУ и НАБУ. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Новые страсти вокруг Одесского припортового. Ночью произошла аварийная остановка предприятия. Но никакого технологического сбоя не было. Почему же такой гигант прекратил работу, знают наши корреспонденты. Эта новость как гром среди ясного неба. Огромный химический гигант, производящий аммиак и карбамид, без преувеличения взрывоопасное предприятие и просто так не останавливается. Чуть позже на Одесском припортовом объяснили причину. Вчера вечером госкомпания Укртрансгаз резко сократила подачу газа на завод. Хотя ранее, говорят, премьер Владимир Гройсман давал указание обеспечить бесперебойную работу ОПЗ, по крайней мере, до следующего этапа приватизации. А вот в Укртрансгазе своя версия. Мол, действовали по закону, и это сам припортовый прекратил потребление топлива. А все из-за того, что у завода двухмесячные долги за потребленный газ. С другими словами, у контрагента закончился заведенный в газотранспортную систему газ, и контрагент не оплатил послуги за транспортирование этого природного газа. На самом заводе недоумевают, ведь было договорено не сегодня-завтра подписать с Нафтогазом специальные соглашения о частичной оплате долга. Эксперты говорят, возможно, завод специально доводят до банкротства, чтобы дешевле купить. Желание приватизировать это прибыльное до последнего времени, до последних лет предприятие, на мой взгляд, объясняется тем, что, во-первых, очень хочется стать во главе всей азотной промышленности всего мира, очень хочется получать большую прибыль. По словам других специалистов, нынешний скандал в первую очередь негативно отразится на украинской экономике и на попытках приватизировать ОПЗ. Это абсурд. Любой потенциальный покупатель, когда посмотрит на эту ситуацию, наверное, удивится или поразится, что завод, извините, от газа отмечают. Когда завод возобновит работу, пока неизвестно. Продать ОПЗ власти пытаются уже более 20 лет. Процесс постоянно срывается. Последний раз в конце июля не поступило ни одной заявки. На участие в торгах. Теперь припортовый попытаются продать, предположительно, в октябре. Андрей Анастасов, Анастасия Старовойт. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Откуда дровишки? Целую березовую рощу вырубили в Закарпатье. Полицейские задержали 4 грузовика, наполненные отборной древесиной. Где рубили и куда везли березки, выясняла Марина Коваль. Грузовики, доверху заполненные березой, полицейские остановили неподалеку от села Черноголова. Это в Великобрезнянском районе. Два водителя уверяли, что абсолютно легально везут дрова. Показывали документы. Еще двое даже не удосужились придумать легенду. Сразу сознались, откуда лес не знают, они просто перевозчики. Машины и древесину задержали, доставили на штрафплощадку полиции. Правоохранители нашли бизнесмена, в котором принадлежит лес. Те предоставили разрешение на вырубку березы. Полиции решили проверить подлинность документов и открыли уголовное производство по факту подделки документов. Предприниматели объяснить, где рубили березу и куда ее везли, не захотели. В местном лесничестве говорят, если задержанную полицией березу вырубали на территории лесхоза, то точно незаконно. Держлесгосп не выдавал никаких дозвольных документов на вырубку лесопродукции, которая была выявлена в антажевках. Могли, но это незаконная вырубка была. Предпринимателю за самовольную рубку грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас лесная охрана вместе с полицией ищет места вырубки березы. И буквально два часа назад в соседнем Перечинском районе задержали еще один грузовик с древесиной, 6 кубометров тоже без документов. Правда, на этот раз не береза, а бук. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. На Мариупольском направлении за прошедшие сутки максимальное количество обстрелов украинских позиций. На Широкинском плацдарме боевики активно используют крупнокалиберную артиллерию. Материал Руслана Смещука. Воронки, огонь, дым и пепел повсюду. Так после очередного арт-налета выглядят позиции под оккупированной Саханкой на Широкинском плацдарме. Обстрел длился где-то на протяжении 30 минут. Было выпущено, ну по моим подсчетам, не знаю, где-то около 40 снарядов калибра 122 миллиметра. Непосредственно позиция взводного пырного пункта. Огонь уничтожил сотни гектаров растительности. Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, надо еще тушить пожар. Мы его потушили, но опять загорелось. Мы его потушили, но опять. До позиции противника отсюда полтора-два километра. В поле видимости вот эти ветряки. Они отличный барометр огненного дождя, рассказывают бойцы. Ну вот когда ветряки останавливаются, они крутятся, потом начинается сразу же обстрел. Мы уже как бы привыкли, уже знаем, что надо прятаться. А вот это учебные стрельбы пограничников. Они отрабатывают боевое взаимодействие с коллегами из смежных силовых ведомств. Мы на данный час проводим тут заходы боевого взаимодействия с метою качественной подготовки и выполнения тех задач, которые нам вызначены. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Есть ли коррупция за стеной, вернее за проектом Евровал, который для защиты от внешней агрессии затеяло предыдущее правительство? Глава антикоррупционной прокуратуры сегодня заявил, дело уже завели. Что же построили на границе с Россией и сколько казенных денег зарыли в землю, узнавала Ольга Теребинская. Вот так выглядит проект Европейский вал или как его изначально называли стена в Черниговской области. Из 160 километров приграничного участка здесь построили только 6. Все работы сейчас остановлены. В 2016 году никаких работ подрядными организациями по облаштению инженерно-техническому облаштению делянки державного кордона, спільной с Российской Федерацией, не проводилось. Напомню, проект по обустройству границы с Россией – инициатива прошлого украинского Кабмина. Утвердили его еще в сентябре 2014-го. По плану сначала работы пройдут в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, затем в Луганской и Донецкой. На границе должны появиться траншеи, рвы, заборы, а также спецобъекты. Потратить на все это придется 4 миллиарда гривен. В прошлом году 400 миллионов из госказны уже зарыли в эти ямы, а в этом потратить планируют еще 200. Но вот стоит ли это таких денег? За расследование взялась антикоррупционная прокуратура. У нас есть распочаток криминального проведения. Буквально прошлого неделя перед отряджением мы эту справу заслуховывали. Прокуратура дана указки в указанном проведении, которые сейчас выполняются. То снова же таки нужно выезжать на место подий, нужно смотреться, описывать, глядать. Проведение есть, оно расследуется. Следить за расследованием собираются и нардепы. Ведь и они, и эксперты в один голос твердят. Подобный ров – сомнительная защита от нападения врага. Говорят, тогдашнему премьеру Яценюку стоило изначально заявить стране, этот проект – лишь обновление границы. Мы, на большую жаль, отримали недостоверную информацию, когда презентировался этот проект. Ключевым в основе есть то, что, так как у нас ограниченный бюджет, так как у нас есть постоянная загроза от агрессора, нам необходимо вытрачать максимально эффективные деньги. И, на мою думку, лучше эти деньги вытрачать на новое оружие, которые будут нас защищать в случае нападения от врага, чем на то, чтобы рыть какую-то яму на кордоне. Так стоят ли эти ямы 4 миллиарда? Или все же часть денег отправилась в карманы чиновников? Ответ на этот вопрос мы узнаем по завершению расследования. Ольга Теребинска, Олег Решетняк, Даниэль Косаковский. Подробности – телеканал Интер. Легендарная израильская медицина дала сбой. Виной всему забастовка медиков. Кто именно протестует и чего требует? Все подробности знает наш израильский корреспондент Сергей Услендер. Забастовка началась сегодня утром. В государственных больницах прекращен прием плановых пациентов. Не проводятся плановые операции. Госпитали работают в так называемом субботнем режиме. То есть принимают только срочных больных, проводят только экстренные операции, связанные со спасением жизни. Открыты лишь отделения онкологические, реанимационные и гемодиализа. Своей забастовкой врачи выражают несогласие с новым законом, который проталкивает Минздрав. Он запрещает врачам из государственных больных заниматься частной практикой. Намерения у государства были, конечно, самые благие. Повысить качество обслуживания пациентов за счет того, что врачи не будут отвлекаться на частную медицину. Но на практике все, увы, получается ровно наоборот. Этот закон подразумевает запрет заведующих отделений заниматься частной практикой. Медицинский профсоюз говорит, а почему? Почему заведующим отделением нельзя этим заниматься? Они готовы, это их дополнительный заработок, почему нельзя это делать? Или одна из ярких проблем законопроекта, это то, что уже остановили частную практику, но в государственной практике еще ничего не изменили. Поэтому как врачи и работали, грубо говоря, с 7 утра до 3 дня, так они и работают. В Минфине, в свою очередь, говорят, врачам же недавно повысили зарплату, чтобы они не занимались частной практикой. Но медики возражают. Уровень этих зарплат, даже повышенных, не сопоставим с заработками в частной медицине. Конфликт этот далеко не первый. Между министерством и различными организациями врачей постоянно идут трения по вопросу оплаты труда медиков и финансирования медицины. Оно сокращается, и врачи этим очень недовольны. Они говорят, что высокотехнологичная израильская медицина нуждается в постоянных капиталовложениях, цена лечения растет, а денег выделяют все меньше. Забастовка объявлена бессрочной. Очередной раунд переговоров между Минздравом и Израильской ассоциацией медиков, который закончился буквально вот несколько часов назад, провалился. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Как успеть на рейс, если посадка завершилась, а самолет отогнали на взлетную полосу? Мастер-класс от пассажира в аэропорту Мадрида. Об этом и многом другом в нашем коротком обзоре. Майкл Фелпс самый титулованный олимпиец, причем включая античные времена. Французское издание «Лекип» сравнило американского пловца с непобедимым греком Леонидом Сродоса. От лет древности во втором веке до нашей эры 12 раз становился олимпийским чемпионом. В свою очередь в коллекции Фелпса уже 21 золотая награда. На соревнованиях в Рио 31-летний спортсмен стал самым возрастным чемпионом по плаванию. Самым везучим человеком в мире пресса нарекла индуса Махамеда Башира. Неделю назад автотехник выжил во время пожара в самолете, который загорелся в аэропорту Дубая. Но только индус вышел из аварийного люка, произошел взрыв, в результате которого погиб пожарный. Теперь же мужчина выиграл лотерею миллион долларов. Причем выигрышный билет Башир купил перед тем, как сесть на злосчастный лайнер Emirates Airlines. В аэропорту Мадрида мужчина сел на самолет, когда посадка на рейс закончилась, и от лайнера отцепили рукав. Это видео отсняли грузчики. Они опешили, когда увидели человека, который выпрыгнул из рукава и побежал к самолету по взлетной полосе. В итоге пассажир сел на борт и благополучно долетел до Канарских островов. Правда, там его задержали и заставили заплатить штраф. Свадебная церемония на высоте 180 метров в Китае. Молодожены провели фотосессию под знаменитым стеклянным мостом. Влюбленные устроились на площадке, подвешенной на тросах. Там обнимались и позировали. Подвесной мост из стекла протянут над каньоном. Его длина 430 метров. Одновременно на нем могут находиться 800 человек. Солярий для нудистов под открытым небом. В центре Лондона салон для принятия солнечных ван обустроили на крыше дома. Отсюда виден Биг Бен и другие достопримечательности. На крыше установили стойку с коктейлями, разместили шезлонги. Всем посетителям предлагают сыграть в свингбол, разновидность тенниса. Так называемый «руф-топ» будет работать до наступления холодов. В Пуэрто-Рико орудуют воришки-сладкоежки. Трое мужчин в масках украли шоколад на сумму 80 тысяч долларов. Они связали охранника, вскрыли рефрижератор, который готовили к погрузке, и унесли все сладости. Компания, которой принадлежал контейнер, сообщила. Внутри было много шоколадного сиропа Херши. Задержать воров пока не удалось. И грустно, и смешно. Это об американской избирательной гонке, каждый день которой приносят и скандалы, и курьезы. Какие секреты были в тайной переписке демократов? Почему каждый пятый республиканец против избрания Дональда Трампа? И какой смертельно опасный способ достучаться до одиозного кандидата избрал его сторонник? Мой коллега Дмитрий Анопченко знает все ответы. Весь Манхэттен, одна сплошная пробка. Движение по 5-й авеню перекрыли, на улицах сотни полицейских, и все из-за 20-летнего парня, который, вооружившись присосками, решил вскарабкаться на небоскреб. Силовики прибыли мгновенно, ведь эта высотка не просто принадлежит кандидату в президенты. У Трампа здесь и избирательный штаб, и личная квартира. Он приехал вчера, поселился в местном отеле и захотел встретиться с Трампом. Вот и решил взобраться на его здание. Нарушителя более трех часов упрашивали сдаться, и в конце концов силой втащили в одно из открытых окон, на 21-м этаже небоскреба. При допросе оказалось, он искренний почитатель Трампа, и планировал забраться на этаж, где живет кандидат в президенты, просто чтобы пообщаться со своим кумиром. Но Трамп точно не открыл бы ему окно и не пригласил внутрь, хотя бы потому, что он в эти дни и вовсе не в Нью-Йорке, а совершает предвыборное турне по стране. В частности, был во Флориде, где в традиционной для себя манере сделал серию резких заявлений. Барака Обаму Трамп обвинил ни много ни мало в создании ИГИЛ, мол, именно он и является основателем террористической группировки. А сооснователем назвал Хиллари Клинтон. В зале даже потасовки возникли. Трамп чересчур резок, в том числе и для своих однопартийцев. Вот почему каждый пятый республиканец, который вроде бы и обязан поддерживать своего кандидата, отказывается за него голосовать. Хиллари Клинтон теперь самого Трампа называет лучшим вербовщиком ИГИЛ. Мол, это его обещание закрыть въезд в Соединенные Штаты для всех мусульман, способный разжечь ситуацию, как ничто другое. Но демократы в очередной раз в позиции обороняющихся и оправдывающихся. А очередным ударом по ним может стать публикация секретной переписки. Газета New York Times узнала о масштабах утечки. Оказалось, все куда серьезнее, чем признавали ранее. В ходе кибератаки были взломаны имейлы сотней руководителей и организаций демократической партии. В руки хакеров попали и данные аналитики, и неформальная переписка, и грязное белье демократов. Но что именно, даже ФБР не знает. New York Times уверена, перед президентскими выборами в ноябре все эти тайны могут обнародовать. Что ударит не только по Хиллари, но и по стране. Финансовые аналитики даже предсказывают экономический кризис, если в переписке окажется серьезный компромат. Но демократы держат удар, уверяя, худшего кризиса для страны, чем приход к власти самого Трампа, быть просто не может. Из Вашингтона Дмитрий Анопсенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И на этом выпуск завершен, но не спешите переключать канал через несколько секунд в эфире обращение президента Украины. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Дорогие друзья, подеи последних тижнів больше, чем научно демонстрируют. Маховик борьбы с корупцией в Украине розкручується дедалі швидше. И, наголошую, нет уже такой силы, которая бы его остановила. Мы создали принципово новые и абсолютно независимые от политических влияющих правоохранительных органов. Первые кроки Национального антикорупционного бюро и специализированной антикорупционной прокуратуры демонстрируют, что для них не существует никаких табу. И, кстати, нет недоторканих людей. Позитивные изменения начались в всех правоохранительных органах. И коэффициент их полезной деятельности увеличивается. На збройным оком видно, что сегодняшняя прокуратура работает лучше за вчерашнюю. Что СБУ нині эффективнейше, ніж будь-коли раньше. И, что патрульная полиция целиком заслуженно мает высокую доверу с боку людей. А с колишней радянской милиции мы начали створювать новую украинскую полицию, которая по ходу реформирования очень серьезный выклик кидает злочинность. И, кстати, если бы парламент вчасно поддерживал мой проект изменения к Конституции, который предпочитает внятение недоторканности как из народных депутатов, так и из представителей судебского корпуса, высокопоставленные коррупционеры уже сейчас не могли бы возможности текать из страны. Корупцию нужно бы выкоренять, а еще лучше ее запобегать. И профилактика – лучше леки. Для этого и нужен эффективный контроль за доходами и витратами чиновников, судов, прокуроров, министров, депутатов, всех правоохранителей и государственных службовцев. Из стены на светло, чего давно ждут люди, должны выйти маетки, автопарки, деньги, всех слух народу. Инструмент для такого контроля существует. Он называется «Электронное декларирование всех активов, которое начнет с 15 серпня». Еще раз наголошую, все должны выкорить свои кишени перед обществом с 15 серпня. Иншую дату я не рассматриваю и даже слышу не хочу про перенесение и прошу не верить любым чуткам и думыслам. Недоскональность соответствующего закону и очевидная сирость программного софт-забеспечения не могут быть основной для перенесения старта этого процесса. Так само, как я не допущу будь-яких тестовых, звуженных або будь-яких других вариантов. Никаких маневров не будет. Такая моя тверда політичная воля, как президента Украины. И она целиком и полностью отвечает воле народу. И хай ее почуют все те, от кого залежит вчасный старт электронного декларирования. Я особисто чимало сил доклав для того, чтобы оно стало реальностью. И никому не дозволю давать задний ход. Электронное декларирование не зворотное и необходимое. Это невидимная часть всего нашего антикорупционного механизма. И хай эти мои слова станут начатом зворотного отчаяния часа до 15 серпня. Наши Збройные Сили держат оборону на фронте, супроти российского агрессора. И мой наказ, как Верховного Главного Командувача, так само, жодного кроку назад в войне с коррупцией, нашим ключевым внутренним врагом. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова